С 1 по 3 ноября в Северо-Восточном Федеральном Университете состоится обучающий семинар «Якутская литература по-русски» для молодых переводчиков художественной литературы с якутского языка на русский. И сегодня в нашей студии рада представить вам наших гостей Ирину Сергеевну Алексееву, директора Санкт-Петербургской школы перевода при Университете Герцена, и Альбину Витальевну Бояркину, доцента кафедры немецкой филологии СПБГУ. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые гости. Но мы знаем, что это ваш приезд связан с общероссийским проектом, который поддерживается министерством. Вот расскажите, что за проект, и мы знаем, что Якутия в числе первых. Да, да. Это большой очень проект, который организовала Российская Академия Образования, и он очень поддерживается Министерством Образования России, и направлен на поддержку перевода с языками народов России. Вот мало кто знает, что в России 37 государственных языков, а не один русский, да? 37. Один из крупных языков, и главное, успешно развивающийся, это якутский. Поэтому мы решили начать с якутского. Эти семинары пройдут по всей стране, но моделью будет якутский. Альбина Витальевна, ну, вчера уже в рамках вашего приезда очень много будет мероприятий. Да, одно из главных, это круглый стол вчера состоялся. Вот расскажите о нем. Я думаю, что о круглом столе подробно расскажет Ирина Сергеевна. Я хотела только подчеркнуть, что в результате нашего семинара, который пройдет 3, почти 4 дня, мы планируем издать книгу. И мы благодарны нашим якутским коллегам, которые смогли найти очень интересные тексты якутского автора Тимофея Сметанина. И мы планируем к столетию, к юбилею этого автора в следующем году, издать книгу переводов с якутского на русский язык. Вот для нас это очень важно. Ну, а чем вообще интересен перевод с якутского языка для вас? Отлично для вас. Нет, нам он интересен, потому что это совершенно другая культура. У нее очень большие традиции. И совершенно удивительно, что есть не только студенты, которые хотят потом переводить, а ведь есть преподаватели, которые переводили уже эпос якутский, знают, как это делается. То есть культура перевода здесь тоже есть. Но есть и большие проблемы. Мы вчера на круглом столе обсуждали. В частности, конечно, как и в любом языке, который долго жил под эгидой какого-то более крупного языка, так как якутский под эгидой русского, довольно мало переведено мировой литературы на якутский язык, например. То есть немножко упрощенная картинка возникает, когда ты что-то хочешь читать по-якутски. Ну вот нет сервантеса на якутском языке, понимаете? Дон Кихота нет. А вроде бы уже пора. И вот это мы вчера и обсуждали. Как вести дальше работу, а эта работа непростая. В ней должны участвовать и власти, в ней должны участвовать образовательные организации. Но энтузиазм большой. Студенты потрясающие. Мы вчера обсуждали первый текст. Это была сказка, да, Тимофея Сметанина. Переводили три девочки, три варианта перевода. Ну это просто здорово, потому что русский очень хороший у этих девочек, да. Умение видеть стиль очень хорошее. То есть нам важно, что здесь есть та база образования, которая позволяет идти дальше. Что ж, спасибо, уважаемые гости. К сожалению, так мало времени. Очень ждем вас снова в студии, уже конкретно, когда начнется работа, да. Обязательно будем освещать в нашей программе.